Никто меня звукомандами не будет, я надеюсь перебивать. Короче, Данзабура вышел, новый патч, смотрим Данзабуру. Кое-как я его пикнул в АДК, на линию АДК. Саппорт у меня будет Сильванус, не знаю, пойдет или нет. Короче, смотрим механики, тестируем, ставим лайки, подписываемся на канал, любим стримера, покупаем геми по ссылке там для нового ивента. Ну, короче, вы знаете все. И, собственно, погнали смотреть каточку. Но это было вовремя, это хотя бы было вовремя. Здорово, здорово, всем привет, ребят, всем привет. Кто смотреть будет, кто смотрит сейчас. Спасибо, ежик, давай пока. Ну и вот. Собственно, у них пик тоже хороший, у них пик тоже хороший, и у нас пик тоже очень хороший. Вот. Поэтому сейчас будем смотреть, как... как против другого Данзабура стоять на Данзабура. Смотри, у меня даже... даже фонтановская эта со снегом выпала. Я снег поставил на стрим, и вот это тоже со снегом. Прикольно. Сосинада будем сейчас делать. Так, но мы в любом случае пробуем через силу и через Transcendence. За подписку спасибо. Так, по-любому. По-любому идем тестить дальше Transcendence. Фармить придется в любом случае через единичку. Потому что единичка, ну, очень много урона носит. Ну, прям дико много, я не знаю. Чё, никто ни разу игру не скипнул, потому что не успел первого нового героя взять? Ну, пока вроде нет. Пока не скипали. Ты хочешь мне что-то сказать? Нет. Я даю этот, тестирую нового бога. Это очень забавно. Мне кажется, ты педни... Не, это не гайд. Это не гайд, ребят. Это просто обзор бога, так сказать, нового. Посмотри, если они сейчас вот здесь взорвутся, я вот даже не стал руку бога брать. Я не знаю, взял ли ее Сильванус. Главное, не отвади, брат. Не, ну он... Ну, он очень будет жестко этот... Фармить. Это я прям не знаю. Ну, шо это такое, посмотри. А если купить руку бога, как я это обычно делаю на АДК? Посмотри. В три стороны они кидаются и дамаг наносят. Понимаю. Я хилку возьму. Потому что хилка тоже урон наносит. Очень много урона, ну лол. Не знаю, нужна ли нам тройка сейчас. Пока нормально идем, пока нормально идем. И она притягивает, да? Интересно. Как раз можно разобраться, и как против него стоять. Купил на него скин. Я надеюсь, по моей реферальной ссылочке. Хорошо. Хороший урон. Блин, ну пока прикольно, пока прикольно. Вот на линии у меня комфортно стоять. Посмотрел бы фортнайт, у меня, наверное... Ну, может быть, когда-нибудь я приду к этому, Сань. Слушай, как же он дамажит, а? Блин, чуть-чуть не получилось то, что я хотел сделать. Прикольно, наверное. Ой-ой-ой-ой-ой. Чел, я даже не думал. Я даже не думал, что ты притянешь. Он очень долго на линии будет стоять с трансценденцем. Да, я тоже соскучился по батл-роялям. Хоть все и говорят, что они надоели. Но, я не знаю, я с удовольствием в фортнайт играю. Пишут то, что рыжая буянит. Нет, ты еще перешел только потому, что мне нравятся твои стримы, а также ради скинов. Хорош. Ну, можно, да, пофармить, почему нет? Так, а ну-ка, смотри, на четвертом уровне без сбора. Бельчонок там не умрет. Хорош. Какую ему кличку дашь, кому? Хил будет? Блин, статуи мне вообще прям кайфую от статуи. Неплохо. Неплохо. Донзабура кличку? Да нет, зачем Донзабура кличку давать? Так, что тот собирает? Тот перчатку собирает. Не знаю, мне кажется, это ошибка, конечно. А я беру сапогу, и я его перестреляю сейчас. Я возьму сапогу, и перестреляю. Что за пассивка у него? Смотри, каждый раз, когда Донзабура получает золото, он вкладывает 10% в одной из своих сумм. Когда сумма оказывается полностью набида, Донзабура получает бонус к золоту и постоянную прибавку к физической силе. Так как в ракету садится? Короче, когда ты кидаешь ульт, и он нацелено в кого-то летит, то есть у тебя метка на этом боге, тогда он пускает просто ракету, и она летит, ну, как самонаводящаяся ракета, получается. Ну, единственное, она, по-моему, через стены, да, естественно, не летает. Вот. А когда ты кидаешь просто ульт, не прицельно. Когда ты кидаешь ульт, не прицельно. Тогда он летит туда, куда тебе надо. Хорошо. А еще двойкой, еще двойкой можно закрывать проходы. Вы же видели, да, как я сделал вот сейчас? Он не смог пройти. Она же агрит на себя, если ты стоишь в этой. Ну, короче, пока жестко. Пока выглядит жестко. Пока по сбору непонятно. Да, чем больше бабла, тем больше у него пассивки, соответственно, тем больше силы. Мы можем зонить. Мы можем двойкой зонить вообще на изи. Это, это круто. Я вам так скажу. То есть, конечно, ну, кому надо, тут пройдет на изи. Но все вот эти моменты... Ну, они очень жесткие. Вы видели еще прикол? Двойка, она как бы имеет эффект такой стягивания, да, условного. И если кидать двойку, а по двойку кидать единичку, чтобы они взорвались там в конце. То есть, рассчитать момент. Вот как я сейчас на Кепре закинул. Там очень много урона. Ему, если в пати брать кого-то с контролем, то это... Ну, вообще все, как бы... Все гвардии, она имеет много контроля. Поэтому на дуо линии он будет очень сильным. Блин, прикинь, он его выдернул. Ультой. Я так много урона дал. Хорош. Смотри, смотри. Хорош. Офигеть, он просто что делает? Не, если им правильно сыграть и правильно его расконтролить, то это имба вообще. Ой, блин. Можешь взять, можешь взять. И хил на двойке. Я сначала подумал, что это мало. А теперь думаю, что если было бы больше, было бы слишком жестко. Пока билки прикольные. Ну, типа, в виде гайда это нет смысла делать. Но тут и так понятно. Да, единичка взрывается, двойка взрывается и хилит еще сверху. Тройка. Это эскейп, который я еще ни разу не использовал. Вот. Но в этой области он реально, когда ставишь тройку, он очень быстро там передвигается. И потом еще листика можно... Ну, короче, кайф. Мне кажется, его нужно собирать в кулдаун и урон от способностей. Да, возможно, возможно, этот Данзабура это вторая нейт. Возможно, этот Данзабура это вторая нейт. Но это тоже, знаешь, так. Нужно разбирать. Нужно еще побольше поиграть на нем. Сейчас, сейчас почитаю. А что с ультом? Я же так разобрал, как ульт работает. Что читать-то? Если я вот так кину, я сяду, по-моему, и полечу. Разве нет? Господи, это идеальный мув был от меня. Вы видели, что я сделал? Уф-уф-уф. Монетки, правда, не взял. Это такой мув был мощный сейчас с этой, с ультой. Что это случилось с ним? Куда делся? Он просто исчез, растворился. 5 плюс по знанию обилок? Конечно. Я вообще тройку не юзаю. Ее, кстати, можно юзать как эскейп в плане того, что ты юзнул, превратился в цветочек. Скорость передвижения увеличилась. Кайф? Кайф. Если надо драться с кем-то один на один, юзаешь тройку и в этой тройке дерешься. Но имба же. Ага, все, понял. Все, понял. По ульте понял. Один раз нажимаешь, она просто летит. Если дважды нажимаешь, то он садится в ракету и летит в ней. Надо это тоже протестить. Ну, не протестить, а просто показать, как это выглядит. Потому что просто ракету мы уже запускали. Изи. И у него очень крутой бэк назад вообще прям. Так, ладно, давайте думать, 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 думать. Что нам нужно? Нам нужна скорость атаки, получается. В принципе, с базы тоже можно выбегать. Скорость отдает передвижение? Да, да, на 20% быстрее. Нормально. Почему так редко стримим, почему на онлайн уроках вас нет? Ну, так получилось. Ха-ха-ха-ха. Здорово, 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 ребят. Да все хорошо, спасибо. Вот тестим нового бога. Решил же... Не-не-не-не, я перепутал. Я когда тройку юзал, думал, тройка дает скорость атаки. Она не дает скорость атаки. Она видишь, дает передвижение, передвижение листа. И снижает урона от базовых атак врага. Я думал, тройка ему даст скорость атаки. Ну, и особо тогда в ней смысла не было бы. Когда он вышел сегодня, сейчас. Блин, там справа дичь полнейшая. Можно делать грязь вообще. Ну, неплохо. Я думаю, эту катку можно выложить как первый взгляд. Я не поехал бы. Надо было садиться ехать, да, наверное? Вот, видели? Он очень правильно сделал. Ну, кстати. Я фликнул. Лол, 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 лол. Перестрелял чисто под двойкой. Хорошо. Хорошо. Все вкусненько, как говорится. Музыка, кайф. Ай, блин, крипов-то не было. А кого атак-то? А, они просто там угорают. И вот так вот мы кидаем. Бумс. Все, никто не идет. Потому что никому неприятно ходить. Не, ну, я же говорю, кому надо, тот пройдет. Гангать тоже забавно. Да, слушай, можно на ульте. Если они сейчас не сдадутся. У меня есть подозрение, что они сдадутся просто. Я сейчас попробую на ульте куда-нибудь влететь еще в замес какой-нибудь. Ну, короче, пока положительно все, конечно, выглядит. Мне нравится ульта, что он долго юзается. Вот мне нравится, что он долго юзается. Но его можно как эскейп опять-таки использовать, да? Убегать на нем. Типа пробегаем. Типа пробегаем. Полетели. Не полетел. Нет, так не работает. Я два раза нажал, не полетел он. Вы меня обманули, чат. Ну, все. Все, затильтил, чувак. Ха-ха. Ну, мощный, мощный. Данзабура, конечно. Спасибо за подписку. Так зачем нам у Gold Fury? Они ливнули, все, сейчас surrender будет. Ты неправильно юзаешь. А может быть, ты неправильно юзаешь. Во время ульта и мунинг контролю, да. А ты ее отменяешь. В смысле, как это я ее отменяю? Короче, пока я вижу билд таким. Возможно, нужна еще дробилка. Вообще, можно даже, если кулдаун собирать, то можно какой-нибудь Йод он, может быть, взять. Я не знаю, чтобы и пробивание было, и все остальное. Ну, типа, ХЗ. Я бы Йод он взял бы, наверное, ему. Ну, и можно через криты. Если криты, то разящего взять. Стрелочку от меня. А как я ее отменяю? Вроде не отменяю. Да, да, да. Зеленый лук для критов и обычные тогда криты. Вот в такой билд засунуть. Смотри, вот у меня сейчас три предмета, да. Берем какой-нибудь лук Одиссеи. Потому что он нужен. Берем зеленый лук и Deathbringer. И вот сюда еще что-то на скорость атаки. И вообще имба получится билд. Вот, видишь, я в тройке его изи перестреливаю. Вот, да, я сел. А, ну, видишь, он об стену взрывается. А еще у него очень долгие анимации. Вот это плохо. Хорошо, хорошо, хорошо. Да, я понял, как летать. Прикольно, это забавно, очень забавно. Прям забавненько. Да, я думаю, билд такой ему подойдет. Ему такой билд подойдет. Вот то, что сейчас собрано. Плюс лук Одиссеи, next. Потом зеленый лук для ульты. Потом Deathbringer. И вместо сапога можно Йоту навзять. И он будет очень странный, конечно, по билду. Но и при этом такой жестенький. Мы ее просто распилили, блин. Пилимся еще. В этой штуке очень прикольно стоять, потому что он очень быстро бегает. Да я случайно врезался в стену. Можно на ракетах, кстати, гонки, да, устроить. Вот, видишь, и все. И они уже не могут пройти. Посмотри, зонинг какой. Да, он такой а-ля, типа, лайтовенький, да? Он а-ля такой лайтовый. Но при этом все равно в лите будет неприятно, да, в него заходить. Потому что неизвестно. Ты сейчас зайдешь, а тебя задавят. Задушат. Смотри, камбэк у них пошел, камбэк. Не, йод он, может, и не нужен. А, кап будет с красной, да? Ты же посчитал, шель? Случайно нажал. Вот, смотри, мы юзаем ульт. И все, видишь? Если кто-то перед ультом становится даже близко, вот даже чуть-чуть, то ульт в любом случае врезается в него. То есть, по идее, из-за меса из-за меса на таком ульте не убежать. Бухлон кидается. А я не знаю, как это называется. Это просто бутыль. А, да, это сокет, да, это бухлон. То есть, поняли, да, как это работает? Ультом из-за меса не убежать. Получается, скорее всего. Но вот ворваться в замес и, ну, гонгануть, условно, да, можно очень жестко, мне кажется. После тройки можно. Но после тройки анимация ульты все равно еще идет. Он долго, видишь, это делает. А, ну, в принципе, да, чипси, все правильно. Транца, фейл ноты, 10 от банки. Да, и уже 40, уже кап. Нет, забавно, забавно. Тогда йоту на да вообще нет смысла. Тогда, тогда зеленый лук получается, да, фейл нот. Десбрингер. И еще что-то на скорости атаки. А продолжитель? Да я могу просто протестить. Как она едет. Давай посмотрим. Хочешь, посмотрим? Это же не проблема. Вот смотри, я юзаю один раз четверку. Ну, типа, поехал. Юзаю второй раз четверку. Все, полетели. Слушай, ну... Я чуть ли не лайн, да, целый проехал. В целом неплохо. Уминасай! В целом неплохо, да. Вот зонит он, посмотри. Я не помню АДК, кроме нейт, которая может зонить. Я не помню АДК, которая может зонить. Кто еще из АДК-шек может зонить нормально? Ну вот именно так, что боятся подойти. Вот в нейт ловушку никто не встановится, естественно. Ладно, это легко было, потому что чувак затильтил, да? Но... Нет, в целом прикольно. В целом прикольно. Для нового АДК очень интересны механики. Я думал, будет хуже. Вот честно, я думал, будет в разы хуже. И... Ну, это очередной АДК, который не направлен на скорость атаки, а именно на обилки. В принципе, вот это... Вот этот момент, куда они двигают хрезы, в целом нормально. Прикольный, забавный. Мне понравилось. Мне прям понравилось. Короче, если вам тоже, то лайкусики там не забывайте, да? Вот так вот. Дружелюбие, команда там. Лайки. Все. Все, на YouTube заливаем. Изи.